она будет так и называется марио рпг и мы начинаем или да мы начинаем марио луиджи суперстар сага 2003 года игра он из японии runner и он говорит что страдает сейчас от jet lag и надеяться что это не сильно отразится на ранее ну jet lag это когда при перелете у тебя там ребенка сбивается климатические условия другие и тебя может сон клонить вялый короче мы играем на не английской версии игры это какой язык я не разбираюсь соответственно что-то я не буду понимать вообще по тексту мы выбрали м п зар мы выбрали базар и начинаем через 321 погнали нажимаем м п зар и начинается игра рейна джуди а чтобы оно не значило и не персцент и мы смотрим мультик появляется злодей бросает дымовуху на прицессу чтобы она не видела или это контроль майнд контрол и все она теряет сознание и он ее похитил мы знаем нашу цель это будет злодей за который мы будем охотиться марио ну вот все знаю даст что след марио как бы главных два персонажа марио или луиджи в данном случае у нас два будет они всегда спасают принцессу потому что она всегда попадает в какие-то проблемы и как бы в игре из игры в игру примерно одно и то же что она попадает передрягу и спасать надо и злодеи меняются по сути посмотрим что тут будет в игре какие механики использовать марио пошел спасать и взял с собой люди видимо вы же не особо хочет помогать что его пришлось тащить на веревке это балза самый главный злодей имени ты уже не безыдвестных людей и да это rpg смотрим атакуемого но это обучающая битва принцесса плачет а как мы уворачиваемся это нужно отдельную кнопку нажимать или что почему такая механика а вот кнопка а это наверно подпрыгнуть если мы вовремя подпрыгиваем наверно мы не получаем урон но это битва 11 чтобы честно было нажимаем атаку бьем его и попрыгиваем интерактивный rpg да мы можем уворачиваться нажимая кнопку текстбокс сейчас взрывается нам нужно убежать необычно сделано принцесса плачет это слезоточивый газ это был слезоточивый газ она говорит какие-то нехорошие слова и происходит взрыв какая принцесса капризная берем грибок грибочек мы собираем грибочки и поздно очень в игре мы получим какой-то power up за счет этих грибов поэтому это вот коллекцию коллекто босс то что нам же собирать эти грибы мы взяли сумку мешочек взяли чемодан марио я понимаю что написано марио марио лего старт все нормально 250 долларов говорит донатер что одна из моих любимых игр детства любила и любил исследовать мир полностью и на хвосте тот кто донаты читает тоже говорит одна из моих первых игр говорит про спасите животных донат и мой донат идет сумму барабана барабана марио 64 барабаны где будет нового полета про барабана уже думаю там порядка продолжаем ран я к не понял конечно всем они паузы сделали донаты читали не знаю почему пауза трансляция испанская версия это испанский язык за счет текста 5-10 секунд сэвид эта версия сумма за всю игру только за текст также тут еще лак в европейской версии есть лак который тоже игру замедляет в общем они рассказывали что тестили разные версии игры американская версия игры европейская европейская есть лак но из-за того что тут язык экономит 5-10 секунд видимо это быстрее все равно я думаю что у нас есть лакомерская версия или европейская версия в этом случае ран и потому что мушбаджа это струнгер в этой версии и даже с лучшими глитчами в японской версии это еще не сделает улучшение у нас в нерфе мушбадж я считаю что мушбаджа я считаю что мушбаджа это единственное место в целом серии в этой версии я считаю это невероятно в этом году мы переходим к берегу мы сели на корабль да мы сделали паспорт это чтобы попасть на корабль вот мы сейчас отправились куда-то этом корабле разговариваем с npc ну вот можно ломать ящики которые мешают на пути и битва здесь происходит как в рпг мы задеваем цель и происходит битва посмотрим что здесь битвы опять обучение надеюсь она когда-нибудь закончится у нас есть две кнопки отвечающие за разных персонажей если мы нажимаем подпрыгиваем приземляясь после прыжка еще это урона носить можно когда наш ход начинает атаковать удобно ты дожишь удар еще и урона носить удобно и я там понял да опыт еще видимо дают после помимо валюты 250 долларов донат сколько воспоминаний детства про эту игру мое детство на gameboy advance было очень много игр вспоминает донатер запрыгиваем на голову научим урон и сразу победа мы получили уровень и у нас получается а мы выбираем что прокачать то это за параметр вот внизу броня была а 3 3 строчка то что за параметр мы вложили туда очки то что под третьим параметром этому прокачали может быть это урон урон обычно сверху идет первая строчка но тут 3 мы прокачали какой-то параметр ну я предполагаю что урон да потому что да не же выгодно урон допустим да мы прокачали силу за уровень соответственно скорее всего до конца игры мы качать урон чтобы именно за несколько ходов побеждать к поима на понял да я только что пытался поне что говорить в общем до определенного момента будет чекпоинт сказали вроде просто 30 минут и нам нужно иметь к это моменту 25 силы это обязательно на чекпоинте который будет после около получаса поворачиваемся бьем понятно вот марио наносит луджи наносит два урона марио наносит два урона пока что очень мало возможно на больших значениях силы будет цифра больше если мы уворачиваемся дополнительно урон единичка у нас есть хп 12 и значит мана получается ниже второе значение 10 позже видимо скилы появятся это босс мы победили и он наверно бежит шанс крита есть получается есть ренджи в битве на прок крита то есть секрет выпадает битва быстрее генерал генерал я тоже знаю слова это попадая в новый биом в новую локацию происходит стенка где приземляется марио на голову луиджи и закапывает у вас надеюсь не лагает трансляция это враги будет мини-игра мини-игра будет сейчас нам нужно прыгать у нас две кнопки отвечают могу предположить за разных персонажей нажимаем одну потом вторую он получил урон это обязательный урон обязательно нужно получить нам нужно чтобы у нас был один хп перед битвой который будет дальше огонь произойдет на бэграунде если мы получим получаем урон в общем это обязательность когда нужно один хп ставить двум героем перед битвой который будет дальше чемпион я чемпион я знаю это слово я почти знают испанский удобно не так много врагов достаточно просто пробежать сейчас узнаем зачем же нам нужно было делать они хп мы забей затолкали в пушку баузера и он грустит ему неприятно неприятно находиться в данной ситуации трансляция лагает каждые 10 секунд попробую написать кому-нибудь потому что я не представляю как это можно подстроиться до следующего лага если ну все вот он вот он есть уже мальчишка и у и Ладно, пофиг, пусть люди спят. Идем дальше. Давайте тогда я просто без одежды запущу трансляцию. В принципе тут не так важно, есть задержка или нет. Да, я всегда думал, что они были old men. Мне тоже. Я всегда думал, что это был грин, потому что это бокс арт. Не знаю, сколько тут будет секунд задержка. В общем. Напали мы на пушки. У нас две пушки против нас. У нас 12 хп уже. Ну было 12. Мы можем делать теперь какой-то трюк. Мы можем хватать Луиджи и ударять. Это, наверное, навык. Брос. Вот мы нажимаем команду брос. Ну, братья. Бразерс. И получается, что это усиленный урон. Мы тратим на это ману. Луиджи поднял уровень. И мы будем ему качать. Мы тоже качаем ему силу. Плюс два. А вы знаете, когда ты качаешь силу, там есть ролл. Ну, типа ты вкидываешь, сколько у тебя есть очков, или там роллится, сколько тебе дадут. Потому что вроде бы в РПГ, в Марио РПГ там вроде ролл был, когда ты качаешь параметр. Ты просто, видимо, ты выбираешь просто количество очков, или у тебя там ролл, сколько тебе всего дадут. Понял, да. Значит, тоже РНЖ. Вот, сражаемся, получаем опыт. Стану, что у Луиджи левел меньше поднялся. Видимо, наверное, кто наносит последний, ну, кто побеждает врага, наверное, ему больше дают опыта. И тут надо Луиджи и Марио, чтобы разные ударяли ящик. Поэтому они стоят, каждый у себя, и бьют по ящику. Все, начинается еще одна битва. Сейчас посмотрим, сколько же отнимает их скилл. Вот, мы нажимаем братья, нажимаем комбо, комбо братьев. У нас есть Сальто Торпеда, четыре маны стоят. Это стоят четыре маны, и ману забирают у того, кто в этот ход выбрал этот навык. Обучение опять. Тринадцать урона Критика. Крит. Крит, видимо, дает двухкратный урон, раз уж такая цифра большая. Сальто Торпеда и Зайд Марио. А, мы выбираем там еще что-то. После того, как мы выбрали навык. Нам показывают, что мы можем что-то выбрать. Это обучающая битва была. Нажимаем брос. Сальто Торпеда. И это какой же урон? А, это не Крит. Это просто урон, семь. Семь урона. Хороший урон. Тут в игре есть очередность, или как понять, кто за кем ходит? Наверное, тут есть очередность. Не беспокойтесь. То ходят персонажи с параметром скорости. Марио, что же мы будем им качать атаку? качаем ему роли один не повезло один далее силы ты сам останавливаешь возможно ты можешь как-то повлиять я потому что вытащил один видимо не можешь за предикли чтобы вытащить тройку когда ты навык юзаешь вот чтобы сделать брос комбо брос у вас сразу два хода тратится или только у одного персонажа когда они вместе атакуют он у нас нападает и жабка очень злая жабка используем брос но пока что это основной трюк как в чате сказали 20 раз нужно использовать навык возможно про этот имелось ввиду есть соло атака интересно почему он сделал соло атаку вместо комбо вместо навыка возможно он засейвил ману для другой битвы вы же не использует вы же не использует ману они используют зеленый используем предмет чтобы восстановить ману все и у марио полная шкала маны продолжаем прыгать 7 урона 7 я люблю маленькие значения в рпг когда там не под миллиарду отнимают не под сотком а маленькие цифры удобнее понимать с ними манипулировать сложнее с маленькими цифрами вот допустим ты не можешь добавить в игру 20 процентов увеличения крита потому что если ты отнимаешь 5 20 процентов это мало это почти что даже не целая цифра когда большие цифры с критами проще манипулировать со всякими бафами которые дают процентов мало а и мы качаем последний параметр тоже это за параметр бегота беготая что за параметр беготая самое последнее лучше мы прокачали беготая эта скорость усы усы носи усы удешевление грибов а как можно понять удешевление дешевле грибы это в каком смысле а харизма то есть он покупает дешевле а ну они же они же по национальности вроде итальянцы да братья марио понял мы используем навыку марио чтобы после 20 использовали открыть навык а вы же не надо собираем грибочки получается монеты это валюта грибы нужны для усиления и мы будем грибы покупать харизма на усы получается дает скидку на эти грибы понял встретили этого одного из злодеев которые со шляпой сета летает который любит газом травить заточивым что аж принцесса не в себе была начали игры я поролос без охора знакомы слова пособом в общем пообщались возвращаемся назад и о кактуары местные кактуары мы взяли грибочек чемпион трюк прикольно он запрыгнул и в качестве пропеллера использовал марио у нее украли голос и она не может говорить это такие символы понял типа типа какие-то кузнецы это не сломали у них головы молотки на головах неудобно а также карабкаемся наверх у нас прыжок видимо больше получается когда мы друг на друга стакаем потому что когда он высоко прыгает он стакать персонажей получается как бы дважды в высоту прыжок судя по всему уровень и так уж и важен на всех скипает пропускает сражается только с врагами которые по пути вам и напали на этого когда мы нападаем с прыжка у нас получается урон сразу вначале битвы врага наносится юзаем торпедо 8 не повезло что у него атака такая у костяного существа потому что ему можно урон нанести прыжком победа марио получил уровень 4 и мы качаем урон марио скорее всего да урон будет усы качать будем лучше лучше получил что же он качает усы вода там символ такой похож давай нужно застакаться и этот трюк это был трюк сейчас мы клипнулись ну или zip я не разбираюсь чем разница клипа от зипа мы клипнули сквозь платформу и тем самым залезы наверх с первой попытки получилось набираем воды в рот большой марио стал и тушим этого огненного как то что же с ним произойдет он запустил ураган в детстве до игры кажутся иными он мини-игра 30 минут 30 секунд у нас есть нам нужно собирать вот эти шары наверное шары у нас есть четыре стороны где они могут быть то есть между колоннами могу предположить что тоже рандом по диагонали к сожалению не может передвигаться 10 шаров нужно набрать ну не сложная мини-игра и наша награда это это что это бой награда это бой не обычный бой это какой-то гиммик это перебос сломали две колонны и итоге мы его раскрыли нужно уворачиваться от лазера и издать бро способность братьев 12 урона 12 ломаем колонну видимо потому что она стреляет и тратит наше время ну вы видите сколько лазер забирает времени скорее всего колонна для этого ломается что было за не забирал время фреймы радар говорит что луиджи в основном будет саппортом большинстве битвах вот он сейчас маны ему залил стоп только в одно в одном направлении но тем не менее потеря фреймов один стоп мы сломали но луиджи ломает до столбы потому что у него меньше урона основной урон от марио мы тратим на босса 12 походу ролла нет да тут ролл всегда одинаковый на урон получаем level 5 него него лотала вам повышаем урон один нет один все равно 27 силы у нас сейчас все равно единичка не везет если сломать колону под нее прячется понял взлетаем 100 каемся запрыгиваем до двойной прыжок получается сейчас опять тушить будем набрали воды марио прям герой он отвечает за все важные переговоры в этой игре ему нужно не попасть в битву я так понимаю да он потеряет эффект воды это rng ждем пока дружище отойдет в сторону ну и тушим огненный кактус ураганчик могу предположить что тут есть бэк трекинг то есть мы получаем способности это бэк треки и возвращаются в предыдущие локации куда мы не могли попасть если тут есть способности вот такого прыжка то наверное другие есть назад возвращается чтобы продлить полет вот мы набрали 27 силы ну и после 20 использования навыков увидим что же ради чего нужно будет все делать епать нет пиродактиль местный пиродактиль друг ты или враг это не настоящий дракон настоящий был спрятан мы потеряли яйцо возможно нам надо оно было нужно нужно плюнул в него яйцом похоже это босс начинается битва сейчас узнаем какой бимику это гимику этого босса атакуем его ну уже привыкнут привык привычным для нас скиллом у нас уже 17 урона и 5 нету лучше тоже наносит урон теперь скиллом сальто торпеда 17 урона пока что я не вижу чтобы здесь ролл был видимо туда нет рова до 5 и 17 он выкинул камень и сейчас он будет что-то делать а он ближе стал чтобы сложнее было вернуться он кик плюет в упор и соответственно быстрее нужно реагировать 17 по крайней мере если урон хотя бы стабильный можно запредиктить сколько осталось атак но то что у них может опынинг быть разные или допустим они скиллы разные в этом тогда может быть рндж и мы победили луч у марио прям впритык мама была чтобы победить из битвы лучше поэтому дакидывал урон луиджи level fire усы 2222 повезло путили два к у сам пусть и стали длиннее красивее шелковисти мы спасли кого-то этого персонажа возможно она нам даст какой-то бонус способность может вот цветок далее цветок то есть мы собираем какие-то вещи приносим к кузнецам вот второй предмет мы принесли но из этого предмета они сделали на молот прошло не поломали у нас появился два молотка не один а два они задюбили когда берет один брат 2 сразу же его имеет этот молоток предмет получается задюбили этот молоток скорее всего да вот позволяет ломать скалы скорее всего да бог треккинг все-таки в игре бах получи камень камень лежал просто несколько тысячелетий превращался в плотную субстанцию плотный объект мы пришли его сломали несколько тысячелетий нужно чтобы камень образовался вот да в чате говорят что улучшить можно улучшить молот но вране мы его не делаем о тележки классический уровень с тележками у нас есть механика света говорят автоскроллер буду донат и сейчас можем использовать фонарик чтобы видеть что впереди наверное мы контролируем две тележки нажимая кнопки пока что не видно в чем опасность может быть наверно будут потом пропасти то есть фонарик нужен именно для луиджи мы свой маршрут видим хорошо могу предположить что у них разная скорость зависит что мы делаем и мы еще ресурсы поднимаем это наверно тоже важно какие-то красные бочки кристаллы рано говорить нужно 10 очков набрать минимум вот у нас уже тринадцать он говорит легкий легкая мини-игра а вот 10 нам уже в конце заплатить 10 минимум для этого нужно набирать не сложная тележка в резиденте посложнее будет в четвертом там по сути был только один камень интересно почему один тока бравоу кузнецы уже знакомые и они наступали почему-то что не так а это мини-игра сейчас мы можем использовать молот в бою мы ударяем но обучение молотка что можно делать будет молотком сказал что если мы ударяем молотком мы оглушаем я правильно понял интересно что мощнее молоток или навык братьев пока что первый их скорее всего больше будет поговорить с королевой скоро отправившись к другому замку вот нас не пускают замок что-то произошло в городе жители видели раненые были нам нужно поговорить с принцессой но хрена нас не пропускает используем цветок который нам дала другая принцесса могу предположить что она была принцессой и они увидели что о ладно пропускаем вас вы свои вы не просто незнакомцы о том что мы не обращаемся в том что у нее не было Субтитры создавал DimaTorzok Блин, как он долго рассказывал, а это было не про эту версию игры. Там рассказал про скип, который можно в конце игры сделать, он рискованный. Он работает на Game Boy Advance. Я, конечно, все правильно понял. Там что-то с таймером в конце игры, ты можешь что-то там сделать, заставить таймер работать на бэкграунде и в итоге как-то там скипнуть, короче, последний замок. Но это рискованно для Марфона. И это на Game Boy Advance. Ты знаешь, что это пломберы? Они трубочистые. Да, вот говорит комметатор, трубочистые они. Итальянские трубочистые. Да, ну я правильно понял, значит, да. А в какой версии? В этой или в Game Boy Advance только? Мне послышалось, что он сказал только в Game Boy Advance отработать. На Марфоне его не делают. Там как он рискованный. Все или ничего. А про эту версию. В европейской версии, в общем, это работает. В американской не работает. А в северноамериканской. Собираем монетки и еще что-то. Грибочек. Сейчас будет босс. У нее 120 хп у босса. Нам для этой битвы нужно было определенное количество урона набрать. Смотрим, сколько же урона. Да, вот. 30. Нам нужно минимум наносить вот 30 урона. Так как у нее 120. Получается 4 атаки. Ну, либо не 4, потому что Луиджи не тоже можно атаковать. Алло, оп, 30. Да, Луиджи просто носит урон по единичке. Ну да, он наносит просто единицу урона. Недостаточно внушительный урон. А, она подходит вперед, и молоток отталкивает ее назад. Если она слишком близко будет использовать навык, то трудно избежать будет урона. Поэтому он Луиджи бьет молотком, чтобы ее отодвинуть. Ну вот, королева, получается, заражена, ну или принцесса. И нам нужен был навык, а что за навык, который мы купили за грибы? Ой, за эти. Ну да, за грибы, получается. А как он выглядел, когда мы его использовали? Вот этот прыжок, который мы делали, это он и есть? Там, потому что когда ты его юзаешь, он другое слово говорит. Получается, мы скипнули какую-то фазу, да? За счет того, что мы быстро урон наносили большой. А, понял, наносите урон шипастым врагам. А, у нее корона шипастая. А без этого навыка получается вообще не победить эту битву. Или победить, но, типа, ты должен в фазу дополнительно драться. Покупаем экстра эмблему, экстра эмблему. Медальон новата, медальон джуди. У нас два сейчас, у разных экипированные. Это был магазин, мы слишком быстро все сделали. Сказали, что при помощи дополнительного урона от эмблемы можно будет пропустить кат-сцену в битве. Если я все правильно понял. Открыли ворота, погнали дальше. Сколько бочек. О, секрет. Мы нашли секрет. Что же тут может быть? Что? Скорее всего, обязательно локация. 78,000 из 100,000. Это невероятно. Давайте продолжим это моментум. О, какой-то злодей. У нас что-то украли? Марио жалуется. Ты где был Уиджи? Должен был меня прикрывать. Пойдем искать этого негодяя. А ну стой, грабитель. Он убегает за ним. Походу, это его босс. Главарь. Все, сейчас он прижрется за него и будет махач. Мочилово будет, наверное. Да? Все, мы нашли. Это наш предмет. Если они украли. О. Мы можем нажимать молотком. У нас теперь вместо у воротов удар молотком. Используем Алиоп. Ну вот этот скилл. Сальто. Сальто. Бьем главного босса. А что, если он будет нас бить, мы его молотком. Не получилось отбить. Бьем только основного. Видимо, его нужно победить, чтобы битва закончилась. Я не понимаю, он попадает, видимо, по молотку. Потому что урона нет. Баузер, у него маска бандита. Я думал, это уже другой. Не Баузер. Он убегает. Проваливай, злодей. Мы получили седьмой уровень и качаем урон. Нет, мы качаем усы. А почему мы ему усы качаем? Это же Марио. Ему тоже, что ли, нужно? У Луижи тоже уровень. И мы ему качаем. Тоже усы. Три там было. Нет, там было два. Ну, один педалин. Но мы не потеряли Луи Джим, мы получили ему лову лап. Тут, если персонаж погибает, не дают, получается, опыт. И можно качать одного персонажа быстрее. Есть такая тут механика, что если качаешь... Ну, если один персонаж выживает, то ему два их опыта дают. А, мы скипать будем, получается, всех гостов сейчас, с этого момента. Бьем молотком врагов. У них тоже усы. У этих персонажей. О, можно менять форму. Нам показывают, что используя молоток, можно уменьшить персонажа. Мортило. Вот, и при помощи молотка у нас появилась способность. Можно полностью сделать персонажа без коллизии, и он сможет прокрадываться под железными дверьми. Или уменьшить его, и он будет проходить другие места. Мы взяли бокал. Вот, мы можем уменьшить его до другой формы, и еще в другое место попасть. Марио и Луиджи. Опять уменьшаем его, проходим. Сейчас вспышки будут аккуратно. Сейчас будут вспышки на экране. О, заборчик. Этот заборчик мы открыли. Видимо, там, потому что нужно способность вязать. Ну, вдвоем быть. О, мы залезли в бочку. Сломали ее? Нет, нужно было не так. Возвращаемся назад. Нам нужно... Зайти под бочку... Что не получается. Какой-то трюк скрыться. Ему нужно вернуть свой размер и сломать бочку одновременно. И получится какой-то трюк. Класс. Сейчас посмотрим, что же получится. То есть, нужно вернуть форму и сломать бочку одновременно. Это трюк. Это трюк. Наверное, фрейм перфектрюк. Но, как я говорил раньше, это трюк один фрейм перфектрюк. Ну да, Граннер говорит. Еще не конец. Ну, в общем, чтобы понять, что сработало, мы когда запрыгиваем на Луиджи, он бочка. Сейчас происходит... То, что не передать словами. И у нас было два Луиджи только что. Пиксельная тошнота. В комьюнити называют этот трюк. Пиксельномомит. Продолжение следует... 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 получается экипируя медальон у нас появляется видимо навык используем опять этот трюк и при помощи того что можно взять любую команду мы можем обойти стены триггеры и прочее про марио про марио и луиджи игра то есть это просто пассивка да то есть экипировал как аксессуар и все у тебя просто урон добавляется как пассивная способность но мы достаточно много купили грибов вот и за счет этого медальона урон прибавляется за мной целых одну десятую ну допустим округлитесь в большую сторону за 0,2 соответственно чем больше у нас грибов тем больше урона за счет этого медальона который мы купили в последнем недавнем магазине вот используем гличи чтобы обойти всякие объекты или битвы которые могут быть впереди если кого-то тошнит то этот люк так и называется тошнотворный пиксель вами в омид пиксель или в омид глич как-то так они говорили вот и скоро у нас будут боссы вы увидите какой урон может быть он не этого схватил случайно задел битву он на нас напали и наверное это получается засада из-за того что у нас маленький лава мы получаем очень большой урон бери его взял луиджи под мышку и убежал я так понимаю теперь все битва основываются на том что мы должны за один ход победить босса потому что мы умираем с одного удара мы должны ваншотить босса значит что-то одним не так пошло о нет глич закончился и марио видит неприятную сцену что лучше схватили мы сжигаем веревку и лучше спасен там наверно был босс которому скипнули или он сейчас будет он нашел себе подругу этот злодей все сражаемся с боссом обязательный босс он любит к нам подбегать мы бьем его молотком он засасывает нас финал фэнтези восьмой есть монстр который называется пандемона у него тоже нос такой как труба с элементом ветра бросаем в него марио новый навык наблюдаем сколько урона сколько же урона сожалению улуджи один хп из-за того что у нас неудача случилась но мы схватили битву до этого уже из-за способность братьев бум это просто невероятный урон по 13 единичек сколько интересно там а так просто ваншот мув и мы получаем марио 8 лава скорее всего мы несколько уровней даже получим потому что на слово маленький получаем урон 2 отлично плюс 2 урона это хорошо еще один лево потому что у нас маленький уровень а босс большого 1 2 2 1 2 1 не повезло к сожалению да что такое 50 на 50 я не понимаю он говорит тоже про это сейчас и в тифе 4 там было видели два получили силы там больше 4 данный момент луиджи не имеет значения какие мы статы получаем поэтому неважно но если бы мы потеряли луиджи у нас бы сейчас не было потери времени в том что он повышает лава лапы мы должны были потерять сейчас луиджи чтобы на это вот и смотреть так как статы его не важны а вот что только 50 понял да это выгодно той же рандом неприятный роддом который в конце игры случаются достаточно много времени так тратить на повышение уровня она говорит ну ты не злодею ударила хвостом потому что она не злодей возможно он этот промыл ей мозги как баузеру манипулятор жестко какие мощные атлеты им бы в цирке работать просто как настоящие братья спина к спине залезли вверх по трубе вот это настоящие родственные узы братские сейчас мы будем вязать глич какой-то необычно выглядящие опять тем открыли теперь получается за этой битвы значит триггер это был который открывает последнюю битву нам нужно только добраться туда используя глич видимо туда не так просто добраться седьмой уровень могу предположить что это последний уровень 7 счастливое число за каждый найденный грибок еще больше урона мы сейчас покупать будем их грибы так сейчас мы продаем нет мы не продаем сейчас мы продаем вот мы получили 100 монет у нас 217 монет и и покупаем грибы нет мы продаем пока что оттенка донеси и оттенка saying much love and support to katsu and the mario and luigi speed run i have so many great memories of this game it continues to be a favorite really glad to see this in the line отправляемся вперед поддерживают поддерживают тоже все еще донат на барабан для марио 64 потому что мы еще не набрали нужную сумму начались началось вторжение мы вернулись опять в этот город где жители были пострадавшие где принцесса была вот мы вернулись магазин и покупаем одежду который можно выбирать любому персонажем купили штаны в английской вести эти что называются нам балан траузерс штаны номер один мы купили очень важный штаны у босса 80 или 90 скорости говорит комментатор параметр вот эти штаны нужны для обхода до скорости получается за того что у него скорости много всегда будет ходить первым убивать нас а если у нас есть скорость за счет штанов мы получаем инициативу ходим первыми и нам достаточно получается одну атаку всего лишь так как мы андерлевел уровень очень маленький соответственно любая атака нас убивает сразу инициатива один скилл вот этот который по многу раз косты и это победа будет вот такое марио мне больше нравится классический где нужно платформинг прыгать и так далее по сути если персонажи поменять то это уже как бы не марио это же сильно отличается мы обходим по мосту при помощи глича вот здесь вот активируется глич который можно сделать и закончить игру сразу но он саевовый ой рискованный вот здесь на мосту можно было сделать могу предположить что на мировом рекорде его нужно делать обязательно но он одноразово если он не получится это поражение так как нужно сохраняться перезагрузить и наверно если мы перезагружаем у нас глич слетают которые отвечают за ну вот заглючить за глич экрана вот поэтому на марафоне не юзается пропуск вот этого последнего замка уже по сути мы могли закончить игру или нет мы пропустили получается мы его сделали этот глич начинается битва погнали баузер с ушами необычно выглядит наносим супер атаку который у нас много урона он использует атаку звездами и мы отбиваем звезды юзаем марио слабая атака у марио основной урон прыгает ту 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 по 13 и эта битва наверно долгая потому что 13 это не так много отбиваем звезды по цвету звезды можно понять в кого она летит если звезда зеленая как бы поняли да красная отбивая звезду наносим урон не так много как марио но все же это урон что же насчет кроме звезд умеет делать бомба пришла он нет мы проиграли такая подлая бомба откроясь к нам сзади он нас засасывает необычная атака баузера и мы начинаем сражаться против монстра то есть это сущность которая захватила монстра ой баузера мы сражаемся с ней находясь внутри баузера какой глубокий проникновенный сюжет сломали руку нужно отбивать сферу о нет это он ошибся не должно быть так есть бэкап то есть мы отбили руку сейчас он скачать будет все хорошо мы вернулись 1200 хп сказали сейчас врага используем используем красный перец и он зеленый нет мы езжем два перца и зеленый и красный и получается что глич с перцем когда марио умирает когда мы воскресим что-то произойдет что же произойдет перец из-за того что мы воскресили у него 150 процентов усиленного урона и брони так сказал комментатор я не знаю так должно быть или это глич с перцем о нет что-то не так опять не получилось то есть мы должны бить сердце но ломаем руки чтобы видимо добраться до сердца отбиваем три раза нужно бить 4 4 раза нужно бить сферу и руки ну да это трудно битва потому что тут и каждая атака она убивает марио в атаку 84 сердце прямо в сердце ранили ему душу интересно сколько там урона вообще вот этого скилла который по многу раскоцит сколько там и так если там 10 и так то получается за одну отзади наук мы отнимаем 140 примерно это ну немного судя потому что 1200 хп у босса это нужно 10 и так сделать используем предмет что за предмет восстанавливает 100 маны до ману мы восстановили ману продолжаем издать этот навык который самый топовый нанося урон сердцу он закрыл сердце все получается мы не можем его дамажить молчание гробовое просто зале было уже нет ну он закрыл сердце все у нас остается только один вариант это ломать части тел видимо когда он отращивает руки и голову после того как ты полностью сломал он открывает сердце на какое-то мгновение значит нас есть цикл либо там трэш холодных у хп то есть мы про границу урона наносим и он потом заново отращивать либо там таймер сколько мы можем ходов его дамажить либо граница урона который мы наносим он потом выращивает руки цену вот у нас какое-то время будет опять сердце открыто и новый мувсет у босса появился страшный босс на самом деле ужасно выглядит мрачный такой используем 5 самый мощный скил а нет это луиджи луиджи неплохо наносит 84 урона за счет улучшенного молотка это еще не туда еще не конец а не получилось ему нельзя пропустить ни одну атаку сейчас один хп он выжил на них хп это из-за того что наверное у него что то есть способность какая-то либо крип может быть наверно у него что-то было что позволю ему одни хп оставить либо предмет либо расходник хотя до этого он умирал когда перец юзал мы воскресили луиджи продолжаем драться может быть баф зеленый до перца потому что это он сказал что это был его бэкап иначе бы он погиб сейчас и это был буруин ну да битва достаточно сложно для как для рана я чувствую что чуть-чуть осталось отбиваем руки и тоже ходит сейчас кто-то ходит о нет он закрыл сердце может быть так и должно быть и нам нужно опять сломать части тел чтобы открыть ядро и вы можете видеть у марио заканчивается мана у него три маны мы должны установить ему ману марио тебе нужно маном и сейчас полностью наверное их пойману установим расходником нет только ману ломаем ему руку не так не так уж и много хп а нет много сотка примерно все сердце возможно возможно финал и это конец да мы победили босса все баузер твой дух нечистый твоя душа твоя душа мы экзорцисты и трубочисты разные все рабочие изгнали просто из него злой дух и он стал нормальным баузером он вернулся в свое естество но это а это время там просто не вовремя остановили раннер за бесиском сконцентрирован не сказал во время а нет таймер остановили потом заново продолжили игра получается у нас таймер нужно выбраться из замка комментатор говорит я все еще трясет после этой битвы волновался ран комментатор тоже сильно невероятно битва что-то вот и предлагают сказать перед тем как мы закончим это говорит у меня пусто в голове пока у нас три комментатора и раннер если что четыре человека один в этом в удаленно разговаривает и таймер сейчас раннер почти что не говорил мне кажется из-за маски трудно понять да прикольная игра я не знал что это рпг я думал это обычно марио надо запомнить про нее разобраться в ней получше когда на следующий раз будет баузер летит на самолете вот он голос комментатора да он почти не разговаривал он японец скорее всего не очень хорошее время японцы почти всегда топа занимают в тех играх которые